здравствуйте друзья у нас на канале гость он же я такой блогер я пробую но представляетесь раз блогера из вас вытаскивать не надо пытками слов вот вы сами расскажите что вы такой за блогер и откуда и чего вот так общую картинку всем здравствуйте меня зовут евгений и я не очень крупный блогер а у меня есть свой канал на ютюбе где я в принципе рассказывал самые такие ключевые моменты из моего опыта в плане легализации green card и политического убежища и поиска работы но так каратенечка зовут так как вы не сказали зовут меня евгений хорошо такой бесфамильный скрыт скрытный евгений ну да хорошо значит давайте так теперь когда вы в америке оказались расскажите я в америке оказался где-то ну вот в августе будет два года хорошо а где жили до того до того жил московской области сначала жил в москве потом у нас была трешка мы купили две двухкомнатные квартиры в подольске подмосковье хорошее место мне нравится подольск ну да неплохое да хорошо это практически москва там рядом ну да значит образование какое работали а у меня образование высшее психологическое я работал психологом и я работал переводчиком жестового языка в школе работали в школе школе у меня была небольшая частная практика как психотерапия то есть вы пединститут закончили там сурдопедагогика как-то или что а я закончил пединститут бывший ленинский и специальность называлась специальная психология именно психология для лиц с ограниченными возможностями здоровья а бывший бывший ленинский мгп и он теперь как какой а он мгпу естественно университет так но уже не имени никого уже не имени никого просто а тот что крупской был тоже не имени никого уже понятно он тоже бог с ними ладно значит а лет вам сколько мне 29 лет значит в 27 лет вы приехали сюда в сша в чикаго да где вы живете в чикаго значит это в 27 лет значит закончили вы университет что-нибудь года в 22 я так прикидываю в армии не служили нет нет значит где-то вы лет пять поработали в школе и частная практика а вы семейные или так сами по себе ну так сам сам по себе но в этом плане как бы все в порядке хорошо я не сомневаюсь я просто хочу понять эту нагрузку которую вам пришлось выдержать когда вы приехали в сша с легализации с выживанием в некоторое время надо выживать а ну по поводу выживания я был сам по себе поэтому это было достаточно так терпимо хорошо давайте может быть знаете что из того что вы о себе рассказали мне запала вот эта тематика политического убежища потому что эта тема на которую никто не хочет особо ничего рассказывать и не практически все что рассказывается рассказывается с таким количеством недомолвок не 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 поймешь чего что я понимаю что люди которые хотят разобраться они с трудом вообще что это непонятно что адвокаты одно говорят люди там другое говорят вы как-то глубоко в эту тему идете или вы там с какими-то серьезными оговорками вот как вы подаете это все ну допустим я могу дать общую информацию на достаточно подробно но вы же не будете рассказывать я когда пошел на интервью вот я сказал там иммиграционным офицеру вот это 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 и это у меня была вот такая история вы не будете эту раскопили будете я думаю то что это не обязательно потому что история у каждого своя да но есть определенные общие правила под каждую историю который в принципе всем нужно знать скажите вот вашем поколении молодые люди читали швейка ярослава гашек вот покажи приключения бравого солдата швейка а нет нет это я вам очень советую бесподобная совершенно вещь мужское чтение вы будете просто кататься под столом но там есть момент очень интересно значит начинается первая мировая война дело происходит значит в чехии в праге это в то время часть австро-венгерской империи начнет мобилизация и так далее и в общем там много интересных событий но швейк в частности оказывается в такой в таком месте где психов квалифицируют на служить ему или не служить то есть ну квалифицируют их там вот те кто говорят что они психи им ставят к листиры такие изнуряющие и в какой-то момент они сдаются и идут служить вот и там был один значит паренек который рассказал какую-то историю которую вот эти военные психи но психиатры приняли как доказательства что он реальный псих и его отпустили от службы от отмотали и вот это его история он им подробно всем рассказал там сидя на койке и они все записывали дословно и потом значит все палаты пошли рассказывать эту историю я я просто к чему говорю что значит не то что опасность а я бы даже сказал идиотизм рассказывание своей истории подробно состоит в том что тут же придет еще 10 идиотов или или стопе 110 которые возьмут эту же историю скажет мне теперь адвокат не нужен придумывать ничего не нужно там были как-то работать над своей истории и вперед вот и начнут с этой истории ходить и кончится тем что в общем будет много неприятностей тем кто первые тем кто после них поэтому ну хорошо давайте вот все таки я хочу чтобы больше говоря так просто прокомментировал у вас канал давно у меня канал у меня канал около года скажем так видео видео много видео не очень много по-моему что-то порядка около 50 или 100 видео за год не так плохо раз в неделю а если остаток два раза в неделю ничего себе значит теперь подписчиков сколько тысяча подписчик чуть больше тысячи подписчиков ну тоже хорошо ваши подписчики вопросы задают задай какие а основные вопросы такого порядка как бы вопросы можно разделить на две категории давайте это очень теперь первое вот я хочу попасть в америку хочу падать на политическое убежище что мне надо сказать что мне нужно сделать для этого это первая категория вопросов 2 категория вопросов у меня образование такое-то кем я могу работать в америке это такой очень универсальный давайте такую вас уточню вот этот вопрос скажем нужен мне адвокат не нужен мне адвокат может быть там вот знаете есть несколько ребят вот я их показывал у нас на канале которые консультируют те кто сами прошли через политическое убежище без адвокатов и они так немножко консультирует вот вы сторонник какого подхода вот если человек спрос как мне быть вот что вы ему скажете а я скажу то что туда достаточно все очень индивидуально но давайте так вот из моего личного опыта да у меня была достаточно четкая история мне нужен был адвокат чтобы эту историю как бы высосать из пальца и вот рассказать да у меня было то есть мы сами вы сами прошли без адвоката а я прошел с адвокатом так но мне адвокат в каком плане помог потом у меня был адрес но с адресом у меня была была проблема я не понял в чем в чем важность адреса а потому что все а приглашение на интервью все бумажки все документы будут приходить на тот адрес если не дай бог ты пропустил это вот приглашение опоздал то это сразу в суд они не будут второй раз тебя на интервью то есть иммиграционный офицер второй раз не будет не будет не будет если ты не предоставил уважительной причине то что ты умирала не мог прийти да то он reschedule не будет так вот мой адвокат он все эти документы получил копии этих документов получил он и он он мне позвонил и спросил ты вообще знаешь что что тебе пришло приглашение на интервью почему ты мне не звонишь то есть вы небожитель что ли какой вы где жили то я я жил скажем так я жил в парке да снимал там комнату но у меня есть друзья чикаго которые живут почти в центре города и они мне сказали используя наш адрес у нас безопасный почтовый ящик то есть вы боялись что могут либо украсть либо может быть переехать придется или что-то я понял иметь я я понял тезис такой для того чтобы быть в этом процессе надо иметь абсолютно надежный почтовый адрес иначе ты можешь пролететь тогда хорошо я я я не знал такой детали мне очень интересно так таки так адвокат помог вам с тем что он вам напомнил да он мне прислал приглашение на отпечатки пальцев и приглашение на интервью вот это вот самое самое в принципе для чего он не но был нужен естественно он я ему рассказал свою историю он просто это изложил более таким адвокатским юридическим языком более приемлемой для офицера вот ну слава богу вы добавили а то я когда вас слушал про напоминание я думаю это вот и за эту хохмачку он отдал ему там 6000 или что-то такое не 6000 большаясь почем было два года назад где-то это было 3 200 я таких тем даже не слышал никогда честно они американец хороший адвокат у него очень много выигрышных дел очень много клиентов у меня не укладывается в голове даже я меньше 6 никогда не слышал даже ну хорошо и так то есть вы не скажете пойди вот там к парню он сам ходил и все сделал и может быть он тебе достаточно то есть у вас нет таких ну скажем так если финансово ограничен да то ему нужно очень и очень хорошо разобраться в процессе юридически как а как составить историю как заполнить документы какие доказательства собрать очень и очень хорошо на 100 человек которые вам задают вопросы на канале вы считаете вот сколько из ста смогли бы реально это сделать вот заполнить и разобраться или так разобраться а потом заполнить ну скажем так таких вот я встречал только где-то пару людей которые достаточно вменяемо говорили о политическом убежище и вменяемые вопросы задавали и они просто уже мне звонили по стайку и говорю вот вот так вот вот анкета вот такой вопрос они хотят знать это или этого что для америк в американской культуре это обозначает все остальные в принципе это вот какие-то абсолютно либо не знание английского ли либо каких вообще не не меняемого вопроса с камня есть плейлист на канале да на голову силиконовой долины есть плейлист по политическом убежище нам где-то 12 по моему видео вот ваше будет это вот туда тоже поставлю 13 будет значит и там первые три юрист адвокат по иммиграционным иммиграционный адвокат рассказывает объясняет я его как мог там пытался спровоцировать но это как бы на какие-то такие более тонкие детали но он чек такой не спровоцируешь такого молодец но во всяком случае там было очень много моментов которые я снимал и во время съемки подскочил несколько раз то что он вдруг что-то рассказал два сказал и пелена сошла сходит с глаз очень-очень важно и я просто чему говорю мне все время там люди вопросы задают про политическое убежище я им говорю посмотри у нас плейлист есть на канале они даже они не смотрят они хотят чтобы ему какой-то консультант пришел там и рассказал я даже не знаю ну вот видимо какая-то степень неготовности это какая-то может быть очень ранняя стадия когда человек начинает разбираться что это вообще такое и вместо чтобы пойти почитать и вопросы задавать даже если ты не прочитал ты вопрос задать не может тебе ответить никто не может хорошо значит давайте вот что сделаем я не буду из вас какие-то секреты политического убежища хотя может быть вы скажете пару слов буквально вот если вот дать как ружья кирпичом не чистят англичане вот что-нибудь такое скажите а потом на другие темы перейдем ну а в политическом убежище очень главное доказать то что вы говорите правду то есть ваша история должна быть логически связано и второе вам нужно доказать ваш страх возвращения на родину почему вы боитесь а вас спрашивают от меня постоянно спрашивают а правда ли что для того чтобы успешно пройти нужны какие-то доказательствуют люди там я не знаю такое ощущение что если вы пойдете к какому-нибудь там консульству там российской федерации и там будет какая-то толпа людей машущих флагами и протестующих против чего то у меня такое ощущение что большинство из них нарабатывают себе кейс на политическое убежище же доказывая что не могут вернуться там фотографируют друг друга и тогда я не знаю я так утрирую наверное но правда ли что нужны фотографии какие-то протоколы что тебя побили что тебя арестовали что ты в обезьяннике сидел там что документально что-то нужно email и документально чем больше у вас есть доказательств тем лучше но они должны быть меняем и потому что если допустим вы показываете фотографии где вас безбожные избивают возникает вопрос кто фотографировал это хорошо а вот допустим это самое если вообще ничего нет вот пришел человек он рассказывает вот я такой-то у меня такая-то история ни фотографии не эмейлов ничего нет вот может такой кейс быть успешным а нужно поискать в средствах массовой информации где были похожие случаи и о наверняка у человека есть какие-то знакомые есть какие-то друзья которые могут написать свои свидетельства даже на русском языке отправить это можно перевести через переводчика и предоставить офицеру то что вот другие люди свидетельствуют вот то что вот да это вот как бы правда но я хочу сказать что вот в этот момент вашего разговора я вспоминаю что я знаю парочку таких русскоязычных юристов которые этим занимаются и адвокаты и паралегалы я хочу сказать что они тщательнейшим образом собирают информацию из прессы из интернета и по россии и казахстану и по киргизии по украине там со всеми деталями то есть это в частности то для чего вам нужен такой человек амигу американцы этого нет но вы наверное нет но если вы пойдете к русскоязычному у него пачки будут этого всего я да я думаю что это тоже важно важный элемент такой да безусловно у меня был американец да и мне очень понравилась его работа то как он нашел доказательства из сми он просто такие рисунки американских и американских и как бы американских источников которые рассказывают про россию и про бывшие снг я я просто читал вот это я откуда он все это взял я вообще никогда об этом не слышал то что это вообще как бы в прессе или в интернете где то есть ну что же давайте мы перейдем я хочу вас поблагодарить за эту часть и я почему не хочу дальше идти потому что в том временном формате который у нас есть мы по серьезному ничего не расскажем в то же время у вас есть целый канал и там то ли 50 то ли 100 и если чек реально заинтересован он пойдет и посмотрит да и задаст вам напрямую вопросы я я даже не хочу как бы создавать иллюзии что мы можем подняться до такого уровня полезности вот вот в этом разговоре моя задача вас показать представить и чтобы ребятам захотелось вот пойти и глубже смотреть вот именно ваш ресурс потому что вот во всяком живом разговоре где человек присутствует возникает элемент доверия или недоверие вот кто-то на меня смотрит и говорит вот человек который можно верить другой смотрит с такой рожей как я может верить не буду и слава богу я как бы не я не в претензии абсолютно вот поэтому давайте мы к чикаго перейдем давайте как там в чикаго вообще вообще в чикаго скажем так я люблю чикаго летом весной и такой вот ранней осенью то есть полгода вы его не любите полгода я его не люблю а что там там во первых зима приходит достаточно внезапно и приходит она с ветрами и приходит она с таким с очень большими перепадами температур то есть если даже я очень тепло одет ветер продувает так то что это не чувствуется да да я соглашусь ветер там невероятный конечно там можно 30 секунд простоять вот недостаточно хорошо одетым и заболевать совершенно верно это вот вот влияние это канады оттуда ветра то все оттуда а у нас еще и мичиган озеро озеро вообще холодное а там купаются люди летом вообще купаются я купался лет но не холодно ничего не холодно нужно только купаться где-то начиная со второй половины июля вот даже к августу она согревается русская жизнь есть русская жизнь есть у нас есть украине антелочь и у нас есть собор с бафлогрелл но нет конфликта там между вот там скажем в украине лучшему скалями там какие это присутствует ну как вам сказать я так подробно наверно не смогу ответить на этот вопрос потому что я очень мало общаюсь с русскими здесь но таких вот открытых конфликтов я не видел но опять-таки по телевидению я видел репортаж когда там был как а какое-то безобразие было в украинской церкви и там вот женщина вот украинка наверное это мог бы быть русский след ну хорошо значит то есть так то есть кроме искать паранои ничего такого нет это хорошо хорошо теперь значит русская жизнь не в смысле вот там пообщаться там этом а в смысле ну я не знаю мероприятия концерты продовольственные магазины если хочется чего-нибудь такого или там их много а есть у меня есть хорошая подруга она тоже из россии тоже из москвы мы еще друг друга знали в москве и она постоянно ходит там русскую православную церковь русские магазины русские кафе русские эти самые слушать и как не уезжала ну хорошо значит церковь понятно то есть церковь на самом деле если кто-то хочет там хоре попить или там допустим свечку поставить есть места или там ну а как как же вывод вы выясняете селедочку там черный хлебушек стрельном нет на мне сало водочка как живете у меня очень специфический вкус на продукты у меня очень такой медитированный да вот набор того что я вообще я не я не знаю с чем это связано а это не по здоровью вас ограничивают это не по здоровью я просто вот я и я просто люблю курицу картошку и яйца всего у вас неплохой или набор я что еще майонезом сверху палите все курицу картошку яйца я я вас многие поймут что же а так вот овощи какие-то там фрукты не овощи да я люблю брокколи и вот такие хорошо давайте мы тогда вот к чему вернемся значит вы приехали и такие вещи себя нелегал надо жить надо как-то зарабатывать на жизнь чем вы зарабатывали на жизнь пока не получили разрешение на работу ну скажем так у меня деле я извиняюсь я уточню вопрос какие есть возможность то есть что вы делали это один вам одна линия она интересна но люди которые нас слушают они год но если не это что еще есть вот какая работа которой много которую можно не знаю может быть особо языка и что бы хватало на выживать вот что там есть ну а во-первых это нужно искать где-нибудь в баффл-роу и всяких вот в русских районах да и договариваются уже там за я знаю некоторых ребят которые так работают очень много лет вот по поводу меня да я не очень долго ждала вообще своих разрешений всяких на работу и вообще одобрение политического убежища у меня на это ушел ушло где-то месяцев шесть и у меня была достаточно такая хорошая подушка безопасности финансовая я мог себе это позволить как бы просто сидеть спокойно и ждать законного разрешения на но вы не знаете что бы 6 месяцев или полтора то есть вы не пытались найти работу или что я пытался преподавать английский по skype у меня хорошая английская занимался консультированием онлайн да вот с теми клиентами которые остались у нас в россии да вот онлайн плюс я занимался здесь вами в америке тьютерством то есть я учил американских детей чтению которые отставали вот как бы по же английскому чтению или русскому чтению и хорошо получалось за 6 месяцев у них грей с где-то си поднялся до и то есть они не понимали вот как как вообще можно отвечать на вопросы по тексту вот вообще вот где их искать то есть компрехеншен то есть они для понимания текста хорошо я думал чтение паушинскому хорошо значит ладно теперь все-таки возвращаясь к тому что ждет людей которые вот так приедут у них нет финансовой подушки и сейчас с подушкой стало плохо у многих если в курсе значит так вот какие есть варианты по части вот вы же видите много людей какие есть варианты по части нелегальной работы например на заводе на заводе недалеко от баффорд роу там нужно как-то договариваться на и находить вот эти контакты либо же там походить по местным маленьким бизнесом всяким эти посуда мойка машин маленькие рестораны вот всякая такая вот работа до неквалифицированная я пан то есть вы как-то не коснулись особо я вот вижу потому как вы это рассказываете так как то вы вроде вам не близко не близко ничего не рассказать вам близко расскажите давайте о том что вам близко давайте а ну а когда я получил свои документы да я начал работать в этом очень интересном проекте по американскому жестовому языку это какой-то не похож на то что вот в россии вообще каждая страна практически каждая страна имеет свой свой жестовый язык то есть британия свой жестовый язык и америка свой жестовый язык то есть они не поймут не поймут друг друга нет даже цвета различаются русские американцы они они лучше поймут друг друга чем британцы и американцы вообще надо сказать мое понимание вашей профессии такое что она очень востребованная и вы сейчас в этой профессии работать по специальности или чем занимаетесь а я сейчас работаю можно сказать по профессии я работаю кейс-менеджером в страховой компании и работаю с медикейтем медики и работал моя специализация это бейхеврал хелл и дети с ограниченными возможностями то есть я координирую их медицинские услуги давай еще к этому вернемся да давайте а вот к тому что вам близко вы начали да у меня точнее у моих американских друзей была знакомая которой у которой свой бизнес она открыла свою языковую школу она преподает всяческие разные языки и к ней пришла идея преподавать американский жестовый язык и она со мной связалась на год же не ты знаешь американский жестовый язык вот знаком с культурой глухих а и ты можешь как бы привнести в новую новую волну и рассказать а как это вот еще и в россии не только как и в америке вот и мы работали в школе для слышащих детей частная школа для слышащих детей и мы делали такой мы работал было два преподавателя первый преподаватель был я второй преподаватель был глухой американец и мы преподавали самые основы жестового языка и делали упор на культуру что вот как вообще общаться и интерактировать с людьми которые не слышат детям интересно было это все да детям интересно какого возраста дети а это был high school уже большие интересно интересно то есть вы на самом деле могли их побудить может быть даже образование получать в этой области там да у ноги очень спрашивали там какие профессии могут быть как получить лицензию переводчика как вот такие практические вещи кто-то захотел уйти в специальное образование и уже вот это его а вот скажите чисто ну как сказать психологически может быть трудно как-то вот работать с детьми особенно которые с дефектом каким-то физическим и ну как-то вот не такой что сжимается там внутри или там плакать хочется или что-то такое вот нет ну я большую часть своей профессии своей профессиональной жизни проработал глухими детьми у меня брат глухой да я глухих людей инвалидами не считаю то есть это другая культура но кроме того я работала с детьми с аутизмом уже здесь в америке и вот с детьми с аутизмом у меня уже выработана профессиональная привычка то что это не профессионально плакать и когда все сжимается потому что ты не сможешь работать эффективно но это это оказывает большое большое влияние на психику да нужно очень хорошо расслабляться отходить от этого после рабочего дня потому что это западает очень глубоко западает потому что то что ты видишь на работе ты нигде не увидишь в реальной жизни у вас есть видео по поводу детей с аутизмом нет я хочу вот сделать вы должны обязательно сделать я получаю я не могу сказать много вопросов на эту тему но таких что жить него не не хочется настолько это тяжело и настолько это но цепляет очень поэтому его спрашивают а как как детям с аутизмом если приехали родители у них аутичный ребенок если какая-то помощь вот два слова скажите буквально и ипу и сделайте хорошее видео я сама я все буду посылать на ваше вот это видео если двух словах то есть классы специализированные есть школы специализированные все зависит от глубины нарушения если это допустим не глубокий аутизм да то возможно даже какое-то компенсированное обучение в каком-то вот вспомогательном классе вот с детьми у которых нет нарушений если это достаточно глубокое нарушение есть отдельные школы с отдельными программами там очень много специалистов работает но что касается вот образование я бы не волновался за детей с аутизмом в америке потому что здесь намного профессиональнее оказывается помощь чем в россии потому что мне мне доводилось работать с детьми с аутизмом в россии поскольку постольку но того профессионального вообще уровня которые здесь есть в россии этого нет с точки зрения материальные вот финансовые это стоит денег родители если люди приехали их ни копейки нет вот как как это произойдет все это все зависит и индивидуально я могу дать ресурс в чикаго и лан christian services и они я так полагаю бесплатные это charity school а и там там очень хорошие специалисты и очень хорошие люди морального качества работают это что я на самом деле очень доволен что вот эта линия у нас появилась потому что я уже пару лет хожу пару лет я хожу и и вам у меня сидит вот это вот что я не знаю чего сказать и я понимаю что очень остро и хорошо что вот мы зашли в эту область давайте мы немножко им еще в сторону пойдем вот вы упомянули страховую компанию есть очень много такого критицизма что ли в отношении страховых компаний что они абсолютно не в бизнесе по помощи людям они так по в бизнесе по нахапать побольше денег и соответственно я был страховым брокером и и агентом был в компании farmers и был брокером независимым и я видел ситуации безобразные когда не платились деньги или когда например когда сумма крупная клейма они делали все что угодно чтобы не заплатить то маленькую платили легко а большой уже начинались проблемы независимо от того что там произошло поэтому у меня к этому такое как бы отношение изнутри что это все из-за все о деньгах потому что как только день как только сумма достаточно большая там уже никакой не этики не не совести ничего нет и они закон нарушат и это в суде будет потом же их судит судит их нещадно они проигрывают постоянно судах но вот вы на таком все-таки работаете участке где больные люди правильно и как это как это происходит вот то есть чем есть какая-то регуляция я понимаю что эти вещи они не не об этике не об эстетике но 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 все-таки вот этический компонент присутствует когда решения принимают какие ну а во первых я работаю не совсем в insurance insurance я работаю с медики и медики сейчас медики и медики они как бы отдали в менеджки организации от иншуанс кампании стейт решил то что им очень накладно да разбираться со всеми этими вот клиентами пациентами они государственные страховки как бы да как бы эти деньги нам платит штат то есть мы своих денег вкладываем по минимуму это все идет штатовские деньги да и так как деньги идут со штата и там очень строго и там очень четкая четкие инструкции за что они будут платить и за что они не будут платить то все-таки тут как сказать тут все-таки больше вот этический в этическом плане плане больше этики так скажем да поскольку да медики платит за очень многие вещи если это жизненно необходимо мы это сделаем мы это оплатим как бы человек не останется умирать какие вам какие сложности возникают некоторые госпитали поскольку это новая система они не понимают то что нужно предоставить правильную информацию они не понимают то что нужно предоставить правильный код чтобы получить за этот код деньги они предоставляют какую-то ерунду и удивляются чего нам не платить а потому что медики не оплачивают но очень-очень много некомпетентности в работе больших организаций это правда даже в банках слушайте я вот с иншурностной стороны могу сказать что даже работники банков полно полу грамотных там они такие вещи делают но все таки вот есть же всегда какая-то есть черная белая а есть посерединке вот какая-то gray area где можно так посмотреть или так сказать нет нет такого вот у вас вот по поводу gray area это наверное больше будет относиться к нашим medical directors вот доктора которые сидят и они получают клейм и смотрят типа то оно или не оно вот оплатить или не оплатить это уже зависит от грамотности как тот доктор потому что я я постоянно сталкиваюсь с ситуациями когда мне звонят мои клиенты говорят я не могу получить лекарства я смотрю вот прайор флоризейсон я говорю слушайте он вообще не написал ничто он не написал зачем вам это нужно он написал абсолютно здоровый человек но вы хотите это лекарство написал бред звоните вашему я я уже тогда звоню доктору слушайте ну вы должны написать адекватный код вы должны вот это вы должны вот это и потом если доктор грамотный они губой ой амса саре лайк они неграмотное играет окей они никогда этого не делает это больше не я больше никогда не слышал от ничего от этих докторов и наши доктора с иншуанс они звонят им и они разбираются говорят что вы нам не даете клиникул мы не можем ему предоставить лекарства ну да ведь у всех своя правду мой доктор когда вот с моей страховой компании имеет дело он про у меня сигна и вроде бы неплохая страхов меня самый лучший план индивидуальный самый лучший лучше нет самый дорогой и он просто плачет это занимает много времени и они чего-то такое они то они а прав то они не а прав то они не а прав то что уже оправ и я понимаю что нет у всех свои правила я понимаю при этом что там полной народ который сам безграмотные тоже и надо там до супер вайзера и так далее то есть сбоить системы что-то что-то в ней такой не не знаю они пытаются сэкономить деньгами как очень но 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 для этого нанимают кучу народу из-за этого получается как бы больше денег и корректировки и очень серьезно да да я думаю гораздо более высокая система требует корректировки тоже остальные под него подстроиться но вот все таки вам 29 лет сейчас вы сказали так дальше то чего будете делать дальше я сейчас готовлюсь подавать на лицензию как mental health counselor хорошо и вот у меня такое направление больше больше в канцелях либо mental health counselor либо financial advisor поскольку это это тоже иншуранс да это тоже вот нет конечно деньги близки сердцу каждого человека все таки вы так уже такой путь прошли в профессии и вдруг так резко все бросить ну потому что mental health counseling да это очень это это на самом деле лотерея потому что очень много канцелях они работают но за 30 тысяч вот это с клиническими лицензиями в чикаго как бы это и такое есть такой как интересно подождите но financial advisor ну вот в банке сидеть или или independent или как вы сейчас представляете у вас там есть какой-то stock exchange в чикаго есть да там какой-то commodities exchange какой-то есть что-то такое да но по поводу по поводу вот этот financial advisor я по я об этом направлении услышал совсем недавно я его сейчас начинаю исследовать и как было ощупывать стоит или не стоит но это такой вот адвайзер до который скажем так делает он может делать риск менеджмент да он может но скажем так чтобы начать этим заниматься нужно получить лицензию в сфере health insurance and life insurance и уже вот это очень просто я у меня все эти лицензии расплюнуть как ничего делать и там вот это вот организация да она дальше это вот развивает 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 вот но я опять таки это я присматриваюсь к этой господи вы знаете вот я вас слушаю а есть что-нибудь такое чтобы можно было бы заниматься там получать 100 тысяч 120 150 вот что-нибудь такое есть на горизонте вот вы могли бы делать ну если допустим до совместить знания психологии вот social services опять таки quality assurance и если вот тестировать софтуру или медицинский в том числе потому что вот я допустим как пользователь сейчас я работаю с очень многими программами до которые в принципе нуждаются в тестинге то есть о чем не поговоришь все к тестированию выходит я на самом деле с удивлением вот эту последнюю часть вашу услышал потому что пойти нас все время там критикуют и недоверие высказывают на силикон вал и войс что не свелся же весь мир там как к тестированию там и же как будто я вот это я всем это навязываешь типа но я думаю вот смотри альтернативный путь человек специалистом дети аутизм там еще что-то востребованная профессия там все дела и вдруг бабах и смотришь на материальную таскать составляющую и думаешь ё-моё так уж лучше куда тестировал что ли деньги деньги где но нельзя же бесплатно работать но так посмотрите михаил да вот если говорить о social services да и если говорить о таком там сто тысяч да и хотя бы там семь семьдесят пять восемьдесят тысяч да то это нужно пробиваться до супервайзера и брать какие-то вот проекты открывать какие-то вот всякие вот эти самые это уже больше в такой вот бизнес выходит до дешево тивную работу да да если ты хочешь просто вот быть терапевтом или быть не дай бог учителем да то это это не очень большие деньги на чем учителем прям совсем учителем у меня было ощущение что учителя неплохо зарабатывать не безумно много но у них пенсия хорошая да и всякие бенефиты это мы донимите ты да так в том что приходится иметь дело с детьми понимаете это не каждый может выдержать есть еще такой путь работать на гаммано доработать на на стоит да вот вся во всяких или social services там как раз да и если ты идешь вот по этой служебной лестнице там вполне возможно зарабатывать и 70 до 100 тысяч но это опять так выходить на более высокий административного много лет пройдет ой ну хорошо ладно то есть вот я как бы для себя тоже пытаюсь чуть такое понятие узнать новое это интересно интересные вещи в этим ну что же давайте может быть если только если есть еще что-то вот такое вот чем вы как сказать заводитесь там горите и хочется вот так чуть такое сказать есть чем такое ну наверно мне хотелось бы совсем чуть-чуть рассказать про разные районы чикаго и заводила гетто чикаго очень изумительно все и все и спрашивают гетто давай гетто давай все на все хотят жить в гетто прошим всем подавай гетто так давайте ну а первый миф то что вот люди они кого вот север чикаго это хорошо юг чикаго это опасно это абсолютный миф потому что есть на севере есть районы как которые лучше не заходить даже днем даже не черные районы а вы знаете они такие миксованные он просто вот очень высокий уровень 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 а потом южные районы до южные районы это нужно смотреть по криминальной карте чикаго поскольку вот я живу рядом с аэропортом до мидуэй это считается юг но этот район достаточно безопасный а вот насколько опасны опасные районы вот что это что там режут убивают стреляют насилуют или там кошелек отнимут или там сэлфон отожмут что что такое опасное место что такое опасное место там различные эти самые бандитские группировки устраивают разборки между собой до мимо еду над мир я не как-то не участвую ни в чем все мим человек ну максимум да вот они они могут ограбить до на пассе ограбить кошелек или там жизнь и жизнь такой бывает такое бывает но не того что убивают часто или там что-то вот просто шел чек мимо когда банды друг друга стреляют это понятно но вот вот люди просто прямо вот такого что вот шел вот пришел шел и тебя ни за что ни про что убили такого конечно бывают очень редко но периодически в новостях возникают различные вот сводки о каких совершенно нездоровых людях там которые убивают вот допустим совсем недавно убили целую семью которая просто сидела вот на этом на порче да вот на юге чикаго в этом опасного где-то районе они просто сидели на на крыльце их просто всех вот кто-то перестрелял но опять-таки мы не ставим мы не знаем подопреки да может быть там это может быть абсолютно любом месте сумасшедший может прийти с автоматом абсолютно любое место перестрелять это правда это правда потому что вот только вчера опять-таки со знакомым разговаривали есть такой район называется олтаун и там достаточно богатые люди живут и там аренда достаточно высокая да так вот буквально два дня тому назад там вот был была перестрелка непонятно откуда на ровном месте совершенно никогда не было но вообще в целом в целом да если как бы ты используешь используешь комсенс да и знаешь здравый смысл смысл не суешься туда куда не надо не разговариваешь с подозрительными личностями то в принципе даже в опасном районе можно жить безопасно если например взять чисто внешнего то что называется гетто вот идешь ты по гетто вот смотришь по сторонам дома какие-то там квартирные там что такое гетто нет ощущения что это вот допустим если сейчас глаза закрыть потом их открыть в подольске ну допустим и 90 процентов подольского не отличишь от этого гетто например то есть это не то что полуразрушенное какое-то жилье где ходят когда где вообще страшно оглянуться там и так далее то есть как бы как сказать она имеет может быть повышенный процент там криминала но чисто внешне так ничего такого чисто внешним а район более грязный меньше убирают на улицах мусор да на улицах мусора и больше странных личностей но в основном это душевно больные люди в подольске чисто на улицах было два года назад я как-то не особо но где грязнее на улице в гетто или в подольске в рабочем районе где там до приблизительно одинаково я просто просто люди как бы смотрят по телевидению знаете как телевидение специально отбирает и я не помню на днях кому-то рассказывал да ребят приходили мы с ними болтали и я им рассказывал что меня снимали многие каналы российские неоднократно но вот первого не было вот второй канал меня снимал там россия да там еще какие-то единственно где меня показали это был твц и если на канале там этом самом силикон вал и войс там сделать поиск на твц но вы увидите маленький сюжетик там они меркать передачки показали меня всегда вырезали отовсюду я не вписывался в образ человека живущего в америке который как-то подтверждает концепцию официальную то есть ребят потом эти которые снимали они расскажут там собралась вся студия все смотрели так интересно потом редактор но мы же не можем это вот то есть по березкам не скучает там рожи не спитая но в общем но не не вписался ностальгии нет никакой вот домой не просится так что скажите еще такую вещь очень многие считают что как-то вот средства массовой информации американские они ведут антироссийскую пропаганду вот они говорят да у нас вот там идет антиамериканская пропаганда но говорят они любые средства массовой информации ведут пропаганду поэтому у нас они она американская у вас на там антироссийская вот вы видите какую-то антироссийскую пропаганду вот вы такой почти американец так произношение хорошее там все дела с русскими не общаетесь смотрите я понял по вашим словам там разные передачи там читаете тут и там вот есть что-то но узнаете михаил такой пропаганды какая есть в россии до американцев только мечтать о такой пропаганде на самом деле надо было вот нету пока так они они просто освещают какие-то события да но они не зацикливаются на этом а нет вот такой вот истерии то что вот все вот россия все сейчас она вот придет уничтожит америку и все его весь мир уничтожит потому что вот россия такого нет если ты включишь орт это хорошо но есть такой что-то клевещут нагнетают какой процент вообще новости из россии занимают там в новостных ком программах очень маленький вот если нет войны если нет стрельбы если нет вот там допустим что такое не разворай вот сейчас например ну сейчас они только вот говорили то что они собираются разместить размещать военную технику в польше и то что россия вроде начинает об этом беспокоиться они сказали россия беспокоятся и там грозит ответить там ответными мерами все на наши ответные меры они хотят санкции какие ну хорошо ну то есть вы вы как бы не не считаете что я какая-то пропаганда что целенаправленно очерняется абсолютно кроме относятся достаточно хорошо алиси отверстия когда была олимпиада вот там год с небольшим назад очерняли олимпиаду вот тут мне один мужик написал что вот он не верит потому что мы говорим тут на канале потому что он там где-то в глубинке живет но там была женщина незадолго до олимпиады знакомая посещала сша и вот значит там обгаживали говорит никого жива лига что там мусор не уборчу как крышка на колодце там не лежит там еще чего-то вот что такое наоборот ко мне мои знакомые друзья вот американцы они меня когда меня встречали ой как красиво да и все так торжественной мы не могу мы даже вот не ожидали то что такой с таким размахом можно сделать это такая вот такая культурная глубина и все восхищались и все спрашивали а ты смотрел олимпиаду и груда вот как бы да одним глазом ой мы все вот это смотрели нам так нравится вообще не слышал чтобы где-то отчернили или попу сказали об олимпиаде но ведь как человек чего хотел услышать того и услышал если обязательно например чтобы что-то сказали чтобы услышать услышать можно когда все молчат это еще более изощренная форма клеветы молчат а что они думают то мы же знаем ну что же хорошо давайте мы вот что сделаем вы мне первое в skype сбросьте ваш канал чтобы мне не искать там в ютюбе и я ссылочку дам второе вы уже тогда приходите как когда видео повесится это может пройдет там часа три-четыре момента и вы уже на комментарии какие-то отвечать потому что там вопросы какие-то посыпется там еще что-то я я ожидаю что будет много интереса пошли затронули так много всего вот на самом деле мы могли бы с вами так полдня бы просидеть часок об этом часок а в том тут у вас очень 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 глубокие вещи вы затронули в общем пусть ребята к вам уже идут и вы тогда с ними разбирайтесь хорошо давайте мы с вами попрощаемся и попрощаемся и до следующих встреч окей спасибо большое счастливо пока